Торжественные мероприятия и красочное авиашоу прошли по случаю 30-летия со дня создания воздушного флота Узбекистана. В Министерстве обороны наградили лучших представителей сферы, которые круглосуточно несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны, а также выполняют немало других задач. Репортаж Лолы Ракаевой. Торжественные мероприятия в Министерстве обороны по случаю профессионального праздника награждают отличившихся в служебно-боевой деятельности офицеров войск ПВО и ВВС, специалистов наземных служб, всех причастных к летному делу. Знаки отличия и очередные воинские звания вручают министр обороны, подчеркивая, что сегодня к военно-воздушным силам внимание на самом высоком уровне. Приоритет государственной политики. Слагаемые наборы высоты военной авиации Узбекистана от подготовки молодого летного состава в единственном стране, организованном по инициативе Верховного Главнокомандующего, образовательном авиационном хабе, где абсолютно все с размахом мировых стандартов до социальной поддержки семей военнослужащих, повышение мастерства элиты вооруженных сил. Высокий уровень профессионализма демонстрируется на совместных учениях при выполнении учебно-боевых задач на высоте. Показывается мощь и обновленный парк современной авиатехники. Вот так, даже так просто прогуливаясь по земле. Только они могут так высоко поднять государственный флаг и выполнить поставленные задачи не только боевого характера. На сегодняшний день военная авиация выполняет не только военные задачи, но и, как требует от нас Верховный Главнокомандующий, авиация работает во благо нашего народа. Мы выполняем гуманитарную операцию. Наша авиация задействована в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно пожаротушения. Мы выполнили миссии в горных районах, где было возникновение пожара, а также эвакуацию тяжело больных с труднодоступных горных районов. Сплав молодости и профессионализма. За плечами многих сотни часов налета. Кто-то вообще большую часть жизни провел в небе. Один час полета приравнивается к большему количеству ходения по земле. Авиация продолжает развиваться у нас в Узбекистане. Не ниже мировых уровней. Мы имеем достаточную авиацию и подготовленную к экифажам, которые могли бы выполнить задачи по защите рубежей нашего Узбекистана. Авиашоу тоже как элемент демонстрации летного мастерства. За происходящим наблюдают сотни зрителей. Пришли сюда целыми семьями. Кто-то успевает сделать уникальные селфи на фоне пролетающей вмиг транспортной авиации. А кто-то, комментируя происходящее, выкладывает истории в режиме онлайн. Продолжается авиашоу. Летят боевые вертолеты с нашими логотипами. Пока баражируют вертолеты. Народ может спать спокойно. А это уже кадры, что говорится, без комментариев. На учебном полигоне подрастающему поколению уже нравится и есть где развернуться. В небе крутые виражи закладывают экипажи. На предельно малой высоте выполняют сложные виды боевого маневрирования. Их почерк в небе узнаваем по высотам и скоростям. И этот звук ни с чем не перепутать. В небе боевые машины вертолетной авиации. Все было очень красиво. Все было очень хорошо задумано. Нам очень понравилось. И кем хочешь стать, когда выраст? Летчиком. Столько много сюрпризов вертолетных. Никакая компьютерная игра не заменит. Это шоу. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Парушетистом. Это не женская профессия. Все равно все возможно в этом мире. Нужно стараться и верить в себя. Тогда все получится. Есть в этой дате и героическая история, и боевые традиции авиаторов. Уважение и любовь к защитникам воздушных рубежей. Цветы у скромного монумента. На нем символ хранителей неба. И обязательно чествование ветеранов, семей погибших при исполнении служебного долга. Это непреложное правило. Тоже всегда штатное и вне расписания. Субтитры создавал DimaTorzok